Администрация президента протягивает выездные приемы в регионах. Десять годов поспехового супрацовництва и новые перспективы. Казахстан плануя поширить линейку комбайнов на суместном предприемстве. Город будуется. У Гомель з'явятся новые дамы и новоцелый микрорайон. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Местовые улады повинны активизовать работу с насельництвом. Про это заявил начальник Головного управления кадровой политики администрации президента Беларуси Юрий Кривошеев. И он провел у Светлогорску выездный прием. На сустречу пришли не только жихары города, а и представники разных сфер улады района. Отделы по работе со зворотами грамадян, жилево-коммунальные господарки, прокуратуры, землепородковальные службы. Сярод пытания, с якими звернулись грамадяне. Податка обкладания, будовництво и регистрация жилья, аренда помешканев и судовые тяжбы. Как подкреслил Юрий Кривошеев, выражение большинства проблем у компетенции Светлогорска райвы Конкама. Люди должны знать и земельное, и жилищное законодательство, знать свои права. И это, конечно, вопросы непростые, юридические, сложные. И в этом направлении надо совершенствовать свою деятельность. Больше работать через средства массовой информации, больше телевидению уделять на какие-то вопросы, мнения. Ну и, естественно, надо представителям органов власти на местах больше встречаться и разъяснять эти вопросы. Потому что люди отчасти идут от незнания. Практика выездных приемов протягнется. На думку Юрия Кривошеева, яны допомагают не только выражать пытания на местах, а и удосконаливать законодательство. Протягиваем выпуск. Сегодня завершился визит на Гомельщину старшине комитета по аграрных пытаниях Мажелиса парламента Республики Казахстан Сапархана Амарова. На протягу двух днен я наведал сельско-господарчая, перепроцовчая и машинобудовничая предприемства. Планы и перспективы белорусско-казахстанского супрацовництва в материале Олега Сентьюрова. В честной партнерской союзе Казахстана и акционерного товариства «Гомсельмаш» существует уже около 10-х годов. С момента створения в Кустанае совместного предприемства по творчеству зернеуборочных машин за минулый час выработано около 3000 комбайнов. Это сопроводный совместный проект. Белорусские технологии допрацовали в ответственности с парадами казахстанских специалистов. Тем более, что в этой краине и климат инжи, и территории куда больше значны. А прочитан в Казахстан выехали гомсельмашевские специалисты. Приезжают ежегодно на обучение на гомсельмаш. Это как технические специалисты, так и инженерные специалисты приезжают на обучение. Ну и наши специалисты выезжают на площадку в Кустанае, когда начинаем там сборку какой-либо новой модели комбайнов, чтобы обучить азам сборки, правильной эксплуатации этих машин. Подчас наведывания гомсельмаша Сапархан Амара укажет, что у его краине белорусские комбайны ценятся вельми высоко. При доброй якосе яны до трех разов тонейшие за некоторые импортные аналоги. А тому и сегодня в Казахстане разглядаются махчемости по величине линейки машин, которые сбираются на суместном предприемстве. Недавно наши делегации сюда приезжали, с двух областей они тоже смотрели. Потом плюс еще в Казахстане у нас очень развитое растеневодство, а в Белоруссии животноводство молочного, мясного направления. Поэтому между нашими странами есть много чего друг у друга учиться. Казахстан мая намер активно развивать живолагодовлю, а тому затекавлены у сучасных технологиях перепрацовки молока. Выкористание натуральной сыровины, шматоступенный контроль на усих этапах и полное техническое первозброение. Дякуючи гэтым складаючим, сегодня акционерное товариство «Мелковита», вядомое не только у Беларуси, минавито гэтым, сломачится интерес для его сбоку деловых полов Казахстана. До речи, обращая обовязковой предприемства, прошло еще и доброохводную державную регистрацию. Для того, как быть прикладом для инших, не обходно выкористовывать усе макчимості. В каждой сутки на акционерном товаристве «Мелковита» перепрацовывается больше 700 литров молока. При этом 75% выработанного поставляется на экспорт для российской партнеров Российской Федерации в Туркменистан, в Диве, в Китае. Зараз до речи ведутся перемоги о поставках гомельской молочной продукции у Японию. Причем у каждой краины свои приоритеты. Коли Япония даёт перевагу йогуртам, то у России попытом користаются сыры и молоко. Доля Казахстана у агольном объёме экспортных поставок «Мелковиты» покой не вельми значная, а лены предпринимцы кажут, что это только початок. На данный момент идёт переговоры о отгрузке порядка 100 тонн готовой продукции, но эта будет продукция выбираться в течение всего года. Раньше они брали сухое молоко для промышленной переработки, а в данный момент эта уже продукция идёт в магазины, на полке и напрямую к потребителю под нашей торговой маркой. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Вся рот инжих официальных падей этого дня визит делегации города Чынду Китайской Народной Республики в программе ознайомления с нашим областным центром и наведывание шерогу промысловых предприемств. По часу встречи делегации с керовницей Гомельского ГАР в Иконкам обмерковывались максимумы на прамке экономичного супрацовництва. У перолику экспортуемых у КНР товаров переважают сельско-господаршая техника, кондитерская и молочная продукция. Однако ли у середним внешний товарооборот Гомеля, складая около 2,5 миллиардов долларов США, у дельной вага Китайской Народной Республики у сего 50 миллионов. А тому резервы есть. Сябровским совязем Гомеля и КНР 20 годов. Взаимовыгодное супрацовництво житявляется с такими китайскими городами, як Хуайань и Харбин. Зараз до их долушится и Чынду, столица провинции Сычуань. У им проживает 20 миллионов человек. Город является одним из центров всесвятной авиапромисловости, автомобилебудования и IT-технологий. По часу встречи с Гомельским гарвыканками разумова ишла про такие направления взаимодействия, как в делу экономических форумах и кермашах, творческих фестивалях, а так само навучание в сфере китайской народной медицины. У перспективе супрацовництва Гомеля и Чынду повинна закрануть сферы экономики, адекватии, культуры и спорта. Мы хотим развивать и укреплять отношения между двумя городами по экономическому отношению, по культурному отношению, особенно с Гомель и городом Гомель. Надеемся, продукции Республики Беоруссии, особенно предприятия Гомеля, высококачественные продукции, попозже экспонируют на Китай, на город Чынду. Сегодня у Гомеля уручили у знагороды лепшим идеологам, отповедные дипломы и грошовая премия. Тримали 36 предприемств и организаций региона. С переможцами областного конкурса сустрелись наши корреспонденты. Всю лето областному конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы уже 12 годов. Починали с 12 номинаций по одним переможцам кожной из основных Галин, але потом зразумели, гэтага явно недостаткова. Цапер, апрача першага, иснуют яше два празовые месцы. Получается, что на первое, второе, третье место есть уже 36 победителей. У нас участвовало практически 120 организаций. Это еще раз и еще раз говорит о том, что интерес к конкурсу есть. Лепшая сельская спадаршая предприемства, лепшая организация жилево-коммунальной господарки, лепшая организация промысловости. На сцене простонеки предприемства, где саправды имкнутся клопотиться обработниках. У сувязи со складанным финансовым становящим на белорусском металлургичном заводе некий час тому адменили шарах додатковых выплат. Але зараз не только вернули их знов, по мерне которых навод повелишили. А про чатаго на заводе вырешили не адмавляться от социальной сферы. Сохранили на сегодняшний день 8 общежитий, у нас 12 столовых, у нас действует 8 магазинов, то есть социальной сферы у нас еще достаточно. 300 базовых величин за первое место, 200 за другое и 100 за третье. А про чат диплому, переможцы областного конкурса отримливают сящие премии. При этом на предприемствах подкресливают. Перамога – заслуга не только администрации, але и громадских объединений. Уреште во всех одна огульная задача – повышение добробыту работников. Утым леку прозрост реальной зарплаты. Мы уже достигли в начале этого года зарплаты около 850 рублей. Задача стоит, как и по всей стране, тысяча. Перед нами даже более высокие ориентиры. Концерном поставлены около 1170. Сейчас прорабатывается уже в работе направление, какие виды продукции нарастить, на чем найти результат. И мы уверены, что справимся с этими задачами. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо. Компания «Гомель». Где у Гомель появятся новые домы, а где целый микрорайон, которые в улице ждут поширения, и когда закончится реконструкция на Бережной. Отказы на это вопросы журналисты отримали у Гомельским гарвы конками подчас брифингу, присвященного будавничьей теме. Подробности в нашем наступном сюжете. На начале года в списке гомельчан, якие мают потребу у поляпшения жильевых умов, было больше, как 40 тысяч человек. Для этих людей будуется жилье на быте, якое не могут на особливых умовах. Так, все лета частка из них может отримать жильевый кредит по ставках у двоя меньших за ставку рефинансования Нацбанка. Кредит этот будет выдаваться под 50% ставки рефинансирования. На сегодняшний день это составляет 9,5% годовых. На 15 лет для многодетных семей максимальная выдача льготного кредита это 95% от стоимости квартиры, для остальных граждан это 75%. Если на сегодняшний день смотреть кредитную ставки всех банков, то это составляет где-то 15% в зависимости от банка, то 9,5% это значительно уменьшит. На кредитные сродки можно нобыть квартиру одним из домов, запланованных специально для этого проекта. Пляцовка для перших орехтуется по улице Фядюнинская. Дом различен на 132 квартиры, а в дальнейшем тут заявится новый микрорайон под названием Фядюнинский. Другий же дом, призначенный для проекта, отримая прописку в 106 микрорайоне. Там будет 63 квартиры. Продуклежены разные варианты поплощей, колькости покоев. Чтобы отримать кредит, необходимо подать заяву в администрацию своего района. Первоочередное будет иметь, конечно же, многодетная семья права. Потом, в соответствии с указом 195-м, будут иметь приоритет судей, прокурорские работники, рядовые начальствующий состав Следственного комитета и граждане, имеющие право на социальное жилье. Жильевый фонд Гомеля будет пополняться и за кошт кропковой забудовы. Так, один дом заявится по улице Пионерской, еще один, каля ДК Фестывальны. Будовать почнуть в этом году. Еще два домы закладут в микрорайоне Шведская горка. Дорогие, вызначенные на эту пляцу купланы Амаль реализованы. Микрорайон забудованы на 85%. На Чарзе в улице Докутович. Там замест приватного сектора в перспективе заявится 15 шмат поверховок. Однако, как худко сказать, покуль складано. Вы знаете, что снос довольно длительный характер носится. Не всегда нам приходится убедить в сжатые сроки граждан куда-то переехать или получить другие виды компенсации, которые положены по закону. Если увидели, то один дом мы ввели уже в эксплуатацию. В этом году планируем начать дом. Будем начинать еще один рядом ставить. Обличие Гомеля будет меняться не только за кошт жилой забудовы. Все лета планируется по ширине Волотовской улицы до четырех полос за псталеванием светлофорами. Сносить для этого жилые домы не будут. По ширине за крайне только частку огороджев и один магазин. Сдадут объект у листопаде. Так само будут уникировать тут и для хомельчан подарунок до Дня Незалежности. 3 июля мы будем открывать набережную. Плитка положена процентов 70. По другим деток готовность тоже порядка на 50%. Будет фишка. Малая форма будет. Будет форма. Она скорее будет спортивна, скажем так. Для молодежи. Реконструированный участок будет вытроман у тем же стыля, что и территория, якая была сдадена ранее. За место одной линии светления заявятся две. Все спуски до воды заховают, а малюнок плитки будет повторять белорусский орнамент. Ганна Ковалева, Яуген Макинка, телерадо-компания «Гомель». Начальник землепродковальной службы гомельского облвыконкам Александр Матарас завтра станет гостем студии телерадо-компании «Гомель». О 19.20 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-4» интерактивную программу «Диалог». Тема для меркования – продоставление грамадянам земельных участков и продаж их за аукционом. Далучиться до диалога и задать свои пытания можно по номеру телефона у «Гомеле» 77 68 45. У «Гомеле» стартовал 18-й республиканский огляд-конкурс «Майстерство супрацовников Дорожно-патрульной службы ДАИ». У споборницей принимают отдел команды инспекторов из всех областей краины, а так само сборная супрацовников ДПС Российской Федерации. Урочистое открытие конкурсу пройшло сегодня на плясовце каля лядового палаца. На протягу трех дней отделники будут демонстровать свои навыки и змогать зазвание лепших инспекторов ДАИ у Беларуси. Конкурсная программа включает споборництвы по огнявой подрыхтовцы, боротьбе и худкосным маневровании на легковом автомобиле. Завтра уделники выпробуют навыки ручного регулирования на скрыжевании в улиц Хатаевича и Советской. А пошним этапом станет проверка ведания правил дорожного руху и медицинской подрыхтовки. При этом споборництвы закликаны не только вызначить лепших у своей справи, а ли удосконаливать профессийное мастерство супрацовников ДАИ. Хотелось бы, чтобы у нас, у вас, граждане соблюдали закон, и не приходилось нам применять те навыки, которые физические, огневой подготовки. Очень важна медицинская подготовка, оказание помощи участникам дорожно-транспортных происшествий, чтобы снизить тяжесть их последствий. Положительный опыт, то есть свое мастерство профессиональное, участники не просто показывают здесь, не просто обмениваются опытом, а перезают потом своим коллегам, молодому поколению. Это и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте. В интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее в эфире «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемить Михаил Садовский. Продолжение следует...